Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать действительно хороший сайт, не имея навыков программирования, обладая скромным бюджетом, но высокой мотивацией и неплохим художественным вкусом. Речь пойдет о ReadyMac. Паблишинг платформы ReadyMac появилась в 2012 году и является российским детищем, что безусловно приятно. Платформа позволяет непрофессионалам на низком бюджете сделать неплохой сайт. С бюджета и начнем, это важно. По большому счету платить придется, по меньшей мере за это. Возможность подключить к проекту свой домен. Следующий тарифный план включает в себя вот эту функцию. Вы можете забрать проект и положить его где захотите. Что это такое и зачем я расскажу в конце, после обзора платформы. В остальном в принципе тарифные планы примерно одинаковые и ограничение бесплатного тарифа легко нивелируется креативностью и изворотливостью разработчика. Поэтому посмотрим, что нам может предложить стартовый тариф. Регистрируемся. Перед нами окно приветствия и краткая инструкция. Соответственно я это пропускаю, поскольку сам и являюсь краткой инструкцией. Сразу поменяем название и можем поменять еще доменное имя. Ну часть доменного имени. My Projects. Здесь содержится информация о моих проектах. Возвращаемся на главную страницу, что еще тут есть. Есть вот эта кнопка, которая включает визуальный редактор. И эта кнопка, которая позволяет загрузить мои шаблоны. У нас их пока нет. Или выбрать из готовых шаблонов. Еще можно добавить пустую страницу и делать все с нуля. Давайте выберем из готовых шаблонов что-нибудь. Видите, тут есть разные категории. Небольшой сайт, презентации, фотоистория и лонгрид. Лонгриды мы делать не будем. Давайте сделаем что-нибудь попроще. Ну вот, выберем что-то из микросайтов. Добавить одну страницу. Добавлено. Теперь кликнув на нее два раза, мы переходим на страницу редактирования. Что у нас тут есть? У нас есть page format. Формат страницы. Здесь у нас 1024 на 672. Так, ставим scroll, чтобы страница прокручивалась. И высоту пока оставим такую, как здесь. Потом, в крайнем случае, увеличим. Границы страницы у нас определяются вот этой рамкой. Еще у нас есть guides. Это сетка, причем вы видите, она разных видов. На сайте она отображаться не будет и служит исключительно для удобства. А дальше уже пошел контент. Первое это background. Вообще, ReadyMac очень понятная платформа. Интуитивно все схватываешь с первого раза. Можно сделать фон более прозрачным и менее прозрачным. Можно поставить заливку цветом, оставить фото или даже подключить видео. При этом к фото можно применять, видите, простейшие эффекты. И вот элементы, которые есть на странице. Вот, например, фото Майка Левина. Давайте я его заменю своим. Ну и сделаю что-то такое же, как в первоисточнике. По каждому объекту на странице есть элементы управления. Они также интуитивно понятны. Может быть не сразу, нужно немножко поиграться совсем, но часа через три вы уже будете на сайте, как рыба в воде. Так, текст поменяем, гарнитуру тоже. Будем считать, что я веб-дизайнер. Теперь добавим какой-нибудь текст. Новый объект добавляется на страницу нажатием вот этой кнопки. Видите, здесь есть куча всего. Сейчас мы выберем текст. Передвинем его сюда. Текст я вставлю первый попавшийся. В общем, сейчас я молча что-нибудь сделаю, чтобы не отвлекаться на формулировки. Ну вот. Ужасно, конечно, но это 20 минут работы и абсолютный хаос в плане задачи. Если приложить руки и понимать, что и для чего вы делаете, может получиться очень неплохо. Что еще нужно сказать? Тут есть важная вещь адаптации под разные устройства. Планшеты, смартфоны. Вот здесь. Вы просто нажимаете и смотрите, что куда вылетает и равняете. Ну и все. Теперь можно публиковать. Все, ваша страница опубликована. В одном проекте можно сделать несколько страниц внутренней архитектуры, системы меню и так далее. То есть, в принципе, можно сделать полноценный сайт. Все, вы видели, что можно сделать и как это сделать. Конечно, я говорю не о том, что сделал я, а о том, что лежит на сайте ReadyMac в разделе портфолио. Специальных знаний не нужно. Достаточно иметь чувство вкуса, добавить к этому усидчивости, немного сноровки. И, в принципе, все будет выглядеть так, как будто вы потратили на сайт пару миллионов. Кстати, о деньгах. Я обещал вернуться к тарифному плану, который стоит 64 доллара в месяц. В этом тарифе вы можете забрать готовый сайт и переложить его к себе на хостинг. То есть, если вы заранее подготовите все материалы, быстро сделаете сайт, а в ReadyMac действительно можно сделать сайт за месяц, в принципе, все ваши затраты на сайт и ограничатся этими 64 долларами. Все, любите друг друга, делайте хорошие сайты, подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.